Здравствуйте! На канале Заречной программа «Вопросы есть» в студии Елены Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы. В этом выпуске на вопросы телезрителей будет отвечать начальник службы эксплуатации муниципального предприятия «Автотранс» Игорь Колячкин. Он расскажет об изменениях в графике движения автобусов, следующих по внутригородским маршрутам, о стоимости проезда до садоводческих обществ и о графике движения дачных автобусов. Об этом в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. С 1 мая дачники смогут добираться до приусадебных участков на общественном транспорте. По каким направлениям и когда будут курсировать автобуса? Будем перевозить садоводов 1, 2, 3, 4, 5 мая, потом 9, 10, 11, 12 мая по графику выходного дня. С 14 мая начинаем двигаться уже и по рабочим и по выходным дням недели по графику прошлых годов. Также перевозка в утренние часы, в обед и в вечерние часы. По рабочим дням, в выходные дни мы двигаемся с 7 утра до 20 часов вечера, ну с небольшим перерывчиком с 11 до 2. То есть садоводы знают этот график. Мы его уже опубликовали, график выходного дня. На нашем сайте разместили объявления в средствах массовой информации, на остановочных павильонах. Садоводы уже как бы знают. График рабочего дня будет опубликован чуть позднее, где-то числа 6-го. На нашем сайте можно будет ознакомиться. Корректировочки будут, но они незначительные, то есть они в принципе садоводов практически не затронут. Двигаться мы будем по тем же самым направлениям, то есть это у нас 8 направлений. Степановка, Звездочка, потом у нас Пазелки, Пролетаровка, Инра, Победа, Полесье, Леонидовка. Вот трудостроители и чемодановские дачи. Дороги везде в принципе подремонтировали, дороги нормальные. Двигаться будем по всем направлениям до конца. Изменится ли в этом году стоимость проезда по дачным маршрутам? И для каких категорий граждан предусмотрены льготы? Стоимость осталась на прежнем уровне, ничего не поменялось. То есть какая стоимость была в прошлом году, в 2018, такая остается и в 2019 году. То есть для садоводов изменений по стоимости нет. Льготами пользуются у нас есть так называемые ветераны, инвалиды, пенсионеры, которые пользуются льготами. Эти льготы установлены администрацией города для проезда, коллективные сады. Если, к примеру, от 6 КПП в садоводческие общества трудостроитель стоимость проезда стоит 12 рублей, то для отдельных категорий граждан, ну для пенсионеров, эта стоимость составит 9 рублей. Ну и также и по всем остальным направлениям. То есть льготы есть. При движении на садоводческие общества, если, например, перевозка осуществляется из города Заречного, это в рабочие дни мы перевозим сквозными рейсами, так называемые, от ЗАГЦ, от строителя, от улицы Заречной. Собираем садоводов по городу и потом выезжаем через 6 КПП уже в коллективные сады. Значит, льготы у них есть. При проезде по городу они могут пользоваться с абонементными книжками. То есть уже при выезде 6 КПП стоимость для них, вот для ветеранов, там для пенсионеров, инвалидов составит уже, если вот, к примеру, коллективные сады трудостроитель также составит 9 рублей от 6 КПП. А до 6 КПП они смогут, ну, предъявить абонементную книжку и один билетик погасить, будет погашен при проезде по городу Заречной. То есть могут они воспользоваться абонементными книжками. С 1 мая изменится график движения автобусов номер 2 и номер 3, следующих до 58 квартала. Связано это с тем, что открывается движение общественного транспорта в коллективные сады и автобусы будут задействованы в перевозке горожан до садоводческих обществ. Специалисты муниципального предприятия Автотранс провели анализ пассажиропотока в городских автобусах и отменили часть рейсов, где пассажиров было немного, но предоставили альтернативу. Зареченцы, как и раньше, смогут добраться на общественном транспорте до 58 квартала. Маршрут номер 3 осуществляет перевозку, то есть мы осуществляем перевозку автобусов по маршруту номер 3 пассажиров в направлении 58 квартала города. Из 58 квартала города. Движение автобусов по этому маршруту осуществляется от 11 КПП, автобусы двигаются по улице Ленина, заезжают на улицу Зеленую к МФЦ, к Юбилейному, к ТЮЗу и от ТЮЗ двигаются через дворец Порту, уже через Баню Городскую, 132 квартал, на 58 квартал. В обратном направлении двигаемся также. Значит, при движении по данному маршруту от 11 КПП до 132 квартала, получается, автобусы курсируют так же, как и автобусы, которые курсируют по маршруту номер 101. Поэтому было принято решение как бы объединить маршрут номер 3 со 101 маршрутом. Теперь 101 автобус по маршруту номер 101 в это же время, когда курсируют тройку, будет заезжать на 58 квартал. И отправление некоторых рейсов по 101 маршруту будет, значит, тоже начинаться с 58 квартала. То есть начальный пункт 58 квартал. В то же время, когда отправлялся оттуда тройка по выходным дням недели. Будем ставить таблички, значит, на лобовое стекло автобусов до 58 квартала, чтобы было понятно людям, что он доезжает до 58 квартала. В будни изменений никаких нет. Только по выходным дням мы двигаемся, грубо говоря, на 101 маршруте вместо тройки. Тройки нет, выходной день. Рабочих изменений нет. И это касается и маршрута номер 2. У нас был один рейс по маршруту номер 2, тоже по выходным дням недели, с временем отправления от 11 КПП в 7 часов утра. Теперь этого рейса тоже не будет. Мы его заменяем, так сказать, маршрутом номер 103. Мы один рейс 103 маршрута меняем его схему движения. Значит, как раз продлеваем этот маршрут до 58 квартала. Он будет двигаться, начиная от ЗАГСа при движении из Пензы, от ЗАГСа как двойка. То есть он пойдет в ЗАГС, Центральный парк культуры отдыха, ТЮЗ, Дворец спорта и так далее до 58. Время примерно такое же, как ходила двоечка. То есть там тоже будет у нас на лбовом стекле стоять, значит, маршрут-указатель до 58 квартала, чтобы пассажирам, людям было понятно, что двойки нет. Можно сесть на 103, доехать до 58. Но опять-таки, повторюсь, это касается только, эти изменения касаются только выходных дней. То есть в рабочий день изменений никаких нет по двойке. В график движения автобусов по маршруту номер 4 тоже внесены изменения. Но здесь количество рейсов сокращено и в будни, и в выходные дни. Какого рейса не будет и каким общественным транспортом могут воспользоваться зареченцы, чтобы добраться из 18 микрорайона, например, до 226 или 218 школ. Маршрут номер 4 у нас отменяется и в рабочий, и в выходной день. Один рейс со временем отправления от 18 микрорайона в 7 часов 40 минут. Можно будет и добраться до этих же самых остановок на маршруте номер 1. Этот маршрут, рейс по маршруту номер 1, ближайший, в 7.45, отправление от 18 микрорайона. В принципе, можно будет доехать и этим автобусом. Если же необходимо добраться будет до школы, например, там 217, 218, потому что четверка у нас двигалась в этом направлении до 11 КПП, то можно будет воспользоваться автобусом, который курсирует у нас по маршруту номер 5, отправляется он в 7.45. Но единственный нюанс, он не заезжает на улицу Озерскую, то есть он заезжает на 18 микрорайон, до Озерской он не двигается. Поэтому необходимо будет от улицы Озерской дойти до 18 микрорайона, до остановочного павильона, и там уже сесть в пятерку, и также доехать до 217 школы, до 218 школы и до необходимых остановок. Время, отведенное нам в эфире, заканчивается. Отвечать на вопросы телезрителей продолжим в следующей передаче. Задать интересующий вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Вы также можете оставить свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправить на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго, до новых встреч на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова